Скажем, слава нашему Господу, дорогие братья и сестры! Действительно, это большая радость, Рождество Иисуса Христа. Благодаря Его рождению мы сегодня находимся здесь. Благодаря Его рождению мы имеем мир в сердце. Благодаря рождению Иисуса Христа мы имеем прощение грехов. И можно причислять много-много достоинств, которые мы имеем, благодаря Его рождению. Слава Господу! И самое главное, это мы имеем мир в сердце, который дает Господь и Его праведность. И при своей небольшой проповеди я хотел бы прочитать небольшое стихотворение. Не дан короткий срок земного заключения, Чтоб я усвоить смог небесное учение, Учение о том, что смерть – дорога к вечности, Что спасено Христом от ада человечества, Не дан недолгий срок и скромное имущество, Чтоб я познать, как строг, Господь в своем могуществе, Как Он велик в любви. Мы, грешники и мытари, Его святой крови содеялись омытыми. Тебя мы славим, Бог, и в юности, и в старости. Нам жизнь дана, как срок, для этой благодарности. Слава Господу! И я прочитаю не три места из этого Писания о Рождестве Иисуса Христа. Это Евангелие от Матфея, 2 глава, 1 стиха. Когда Иисус родился в Уфлееме Иудейском, Во дни царя Ирода пришли Иерусалим в Оухвы, С востока и говорят, «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке, И пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод царь встревожился, И весь Иерусалим с ним. И, собрав всех предосвященников и книжников народных, Спрашивал у них, «Где должно родиться Христу?» Они же сказали ему, «В Уфлееме Иудейском, Ибо так написано через пророка, «Ты, Уфлеем, земля Иудина, Ничем не меньше воевоз Иудина, Ибо из тебя произойдет вождь, Которую пасет народ мой Израиля». Тогда Ира тайно призвав волхов, Выведал от них время появления звезды, И, послав их в Уфлеем, Сказал, «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, И когда найдете, Известите меня, Чтобы и мне пойти поклониться ему». Они вышли в царя, Пошли его звезда, Которую видели они на востоке, Шла перед ними, Как наконец пришла И остановилась над местом, Где был младенец». И мы также знаем историю, Когда ангелы явились пастухам, И было извещено им, Что родился Спаситель Иисус Христос. Мы знаем, Что в мире сегодня Очень много рождается детей, Наверное, Миллионы, Сколько, Сотни тысяч ежедневно. И практически мало, Кто знает об этих детях. Ну, может быть, Родственники рядом, Окружение там, Близкие, Папа, Мама. Но мы видим, Что рождение Иисуса Христа, Оно привело всех, Не оставив никого равнодушным. Написано, Весь Иерусалим, Весь город Иерусалим, Пришел в движение. Родился царь. И вы знаете, Его рождение, Одни радовались Его рождению, Радовались мудрецы, Которые пришли с востока, Радовались пастухи, Которые его видели. Радовалась Мария, Радовалась Иосиф, Радовалась Симеон. И были те, Которые не радовались Его рождения, Которые были огорчены. Это многие из этих людей, Которые были огорчены, Может, саддукеи, фарисеи, Которые ожидали, Может, другого Иисуса. Были те, Которые ненавидели Иисуса Христа. Мы знаем Ирод, да? Которые ненавидели И рождение Иисуса Христа. И, вы знаете, Ничего не изменилось сегодня. Сегодня одни любят Господа, Прославляют Ими Его, Другие и гранируют Его, Не обращают на Его внимания. А тот, может, Открыт даже и ненавидит, И гонит христиан За Слово Господне. И мы знаем, Что есть такие страны, Которые, Где угнетают христиан За веру. И, значит, Они ненавидят Иисуса Христа. Поэтому можем быть благодарны Господу, Что мы сегодня можем Прославлять Его, Радоваться Его рождению, Радоваться, Что Он в нашем сердце. И, вы знаете, Очень интересная Вот история про Волхов. Это были чущестранцы, Но они откуда-то узнали, Что должен родиться царь. Они выглядывали, Знали, Рассчитывали, Что должна появиться звезда. И, знаете, Наверное, Когда они увидели Эту звезду И наобъясненном Своем Божьем, Они возрадовались. И они пошли Поклониться Царю царей. Они пошли Поклониться. И, вы знаете, Та же очень интересная история, Когда они пришли К Ироду, Ирод говорит, Разведайте, Где я нахожусь, Я тоже хочу Поклониться Ему. Что он сказал с лукавством. Они вышли И пошли И звезда шла перед ними. Ее никто не видел. Но видели ее Мудрецы, Братья и сестры. Если мы Ищем Господа, То мы увидим Его. Слава Господу! Если мы ищем Его Всем сердцем, Мы увидим Славу Божию. Интересно, Шла звезда, Освещала путь, Прямо до места, Где лежал Иисус. Никто не видел. Весь Иерусалим В движении был. Ирод негодовал. Он желал узнать, Где именно находится Младенец. Но мудрецы Видели. Почему? Потому что Их на сердце было Открыто. Они желали Видеть Его. Они желали Поблагодарить Его. Поэтому Господь Открыл им Путь И указал Дорогу К младенцу. Братья и сестры, Еще хотел бы Напомнить, Что если мы Искренне Ищем Его, То Господь Не оставит нас Без ответа И внимания. Дух Святой Приведет нас туда, Куда нам нужно Прийти. Слава Господу! И В заключении Небольшой пробовать Я хочу сказать, Что самое важное Мы еще, Может быть, Не сознаем. Бог дает нам Свою Праведность. Благодаря Его Праведности Нам открыта Дорога В небо. Мы, Может быть, Еще не оцениваем Это, Но мы оценим Это, Когда окажемся На небесах. И в заключение Хотел привести Такое Свидетельство Небольшое. Одна Сестра Это Где-то На Ближнем Востоке И она Попала В катастрофу И автобус Упал с горы И она Умерла Потом Господь Вернул ее И она Свидетельствовала Когда я Пошла на небеса И со мной Еще были люди И у нас Были белые Одежды И Христос Показывал Вот это Прекрасное Место Пребывания Святых И так было Там чудесно И прекрасно И хорошо И так было Радостно И у нас Были все Такие Красивые Белые Одежды И когда Господь Возвращал ее Обратно И она Была на границе Вот этого Духовного Физического Мира И она Увидела Как Много С земли Поднимаются Людей И в белых Одеждах И в черных Одеждах И они Как магниты Которые В черном Одежде Они Идут Туда Где Мрак А те В белых Одеждах Они Поднимаются На небеса К Господу И вот На этом Переходе Одна Женщина Которая Поднималась Вот Именно Духовный Мир Она Узнала Меня Подошла Ко мне И говорит Я умерла У нее была Черная Одежда Я не хочу Туда Идти Где Мрак Дай мне Свою Одежду Я хочу Одеть Твою Одежду И пойти Там Где Хорошо Там Где Господь И она Говорит Хорошо Бери Мою Одежду Я Дам Тебе Она Может Не Понимала Что-то Я Попыталась Снять Эту Одежду Несколько Раз Пыталась Но Она Не Снимается Я Потом Поняла Что Это Одежда Это Сияние От Моего Тела Это Праведность Божия Которую Невозможно Снять И Потом Эта Женщина Как Магнитом Она Пошла Там Где Мрак А Я Вернулся Жизни Господь Вернул Для Свидетельства Поэтому Слава Господу За Одежду Божию Которую Невозможно Никто Не Может Снять Это Как Как Пропуск В Небеса Мы Будем Дорожить Праведностью Божией Не Позволим Украсть Ее Не Позволим Снять С нас Но Будем Дорожить Ей И Благодарить Господа За Его Праведность За Это Прекрасное Его Рождение За Омытие За Прощение За Мир За Богодать И За Многое Многое Аминь